МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Мы продолжаем рассказывать о тех, кто попал в архив гостелерадиокомпании. В одном из наших выпусков мы показали кадры 1988 года. Редкое явление тех лет – женщина, водитель не простого автомобиля, а грузовика. Сразу же после эфира к нам в редакцию стали звонить телезрители, которые узнали Надежду Михайловну Боровик. И самое главное – это звались ее родные. Сегодня ее внучка Татьяна – гость нашей студии. Татьяна, здравствуйте! Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, о том, кто узнал вашу бабушку в эфире. Знакомые и соседи. Что они сказали ей? То есть вот, тебя показывали по телевизору, и все. И бабушка ко мне приходит и говорит, меня показывали. Я нахожу в интернете и все, показываю ей. Какие были ее эмоции, когда она действительно увидела себя? Счастливая такая, она всю жизнь же проездила на машине. Ну, стоит сказать, что, к сожалению, по состоянию здоровья бабушка не смогла к нам прийти. Замечательно, что ты нашла время. Расскажи, пожалуйста, о своей бабушке. Как вообще она стала действительно рулевым? Она с самого детства мечтала. Интересная мечта для девочки. Всю жизнь проработала, она хотела на большой машине ездить все время. И вот потом у нее права АБЦ, тем более. Это все категории. Все категории, да. Но эти работы не из легких. А как она вообще вспоминала те годы? Счастливые были? Для нее, да. Ей нравилось. Она там разбирала, не разбирала. Ездила постоянно. То есть она еще и могла починить автомобиль. Да, она не починила. У нее на даче даже специальная яма была, где она чинила все. Ну, как бы сложно, конечно, но ей очень это нравилось. Она как сильная женщина такая. Все успевала у нее и с мамой. Мама, тем более, у нее еще больная тогда была. И сын, то есть мой папа. Вот все успевала и ездила. Шесть часов или в пять часов утра вставала и ездила на работу. Потом там забирала. Я знаю, что ты тоже, да, была в гостях у нее на работе. Да, маленькая мне года четыре была. Она там налаживала его. Просто загоняла так. Чуть поездила и все, такие воспоминания. На грузовой машине. На грузовой машине. Что тоже редкость. В нашем архиве сохранились уникальные кадры. Это практически целый день. Трудовые будни. Надежда Михайловна. Давай посмотрим. Ну, вон бабушка. Я помню, что у нее серая кабина тогда была, когда она меня усила. Такое чувство даже не поменялось. Не сильно изменилось, да? Не сильно изменилось. Интересно, как к ней коллеги мужчины относились? На равных? Ну, она даже им помогала чинить. Хороший специалист. Примерно ставили бабушку. Ну, сильная женщина. Все сама добилась в жизни. Неудивительно, что именно она стала героиней целого очерка, зарисовки про женщину-водителя. Уверена, достаточно за рулем, за баранкой. Вообще много приходилось поколесить? Она по республике не ездила? Да, по республике. Куда она только не ездила. Были и дальние рейсы? Были, да, и дальние рейсы. Она еще рассказывала, вот зимой, говорит, машина не заводится, лезешь под капот. Все, масло, не масло, я не знаю. Тяжелая работа, тем не менее, она находила в ней особую прелесть. Ну, и нравилось. Да. С самого детства то, что хотела. Татьяна, подскажите, интересно ваше мнение, вот воспоминания, да, возвращения на десятки лет назад, благодаря которым наш проект настолько популярен у телезрителей. Действительно, это интересно? Нет, это очень интересно, тем более старые архивы нашли же. Это вообще большая память. В вашем семейном архиве есть какое-нибудь видео? Вот нету, к сожалению. Ну, теперь будет. Ну, теперь будет. Вам еще раз спасибо огромное, что нашли время прийти к нам, рассказать о своей бабушке. Передавайте ей огромный привет, здоровье. И пусть она смотрит эти кадры, вспоминает молодость. Ну, все, хорошо. А мы напоминаем, если вы уверены, что однажды попали в объектив видеокамеры, обязательно звоните к нам в редакцию. Мы постараемся найти эти кадры, и вы станете гостем нашей студии. Будет интересно вспомнить вместе. Телефон прежний 22-72-82. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова